29 февраля, день, который бывает один раз в 4 года, и людей, родившихся в такой день, еще поискать. Вообще, законодательством разрешено регистрировать ребенка 1 марта или 28 февраля, если уж он появился 29-го. Мы с вами в Виндовском роддоме попробуем познакомиться с только что появившимися на свет счастливчиками. На Востоке, в Китае, принято считать, что дети, рожденные в високосный год, обязательно будут счастливыми. По другим приметам, рожденные в дополнительный день непременно проживут жизнь долгую. Родить, как известно, погодить не получится. И какие бы планы будущие родители не строили, на дату рождения все случится именно тогда, когда должно случиться. Сегодня у нас произошло счастливое событие. Родилась вторая дочка. Долгожданная, конечно же. Больше всех ее ждала сестренка. Четырехлетняя Кристина сестру дождалась. Но сестры еще не знают, в какой день будут отмечать праздник новорожденной. Мама с папой не определились ни с именем девочки, ни с датой. Может быть, запишут в свидетельство какой-нибудь из соседних дней. Мнение совершенно противоположное у мамы Елены. Но до 29-го ей не удалось дотянуть два часа. Я очень хотела родить 29 февраля. Это необычная дата. Так как ребенок третий, мы его ждали уже начиная с 37-й недели. Там ему и 23 февраля мальчику загадывали. И всякие всевозможные православные праздники. Но вот появился 28-го, чему мы очень рады. Среди именинников сегодня многократная чемпионка мира и Олимпийских игр советская лыжница Раиса Сметанина. Автор оперы «Севильский цирюльник», знаменитый итальянский композитор Джаки Нарасини родился 29 февраля 1792-го. А вот актрису Ирина Купченко родители записали как родившуюся 1 марта. Хотя именно сегодня ей исполнилось 68 лет. А ведь это всего 17 честных дней рождений. И на сегодня врачи, не задумываясь, ставили плановые роды. Да, конечно, это рабочий день. Сегодня мы пришли. Плановые роды ведь не зависят от даты. Они зависят от акушерской ситуации. Если необходимо, мама рожает. Заведующая родильным отделением поделилась с нами и счастливой статистикой этого дня. На момент, когда съемочная группа была в родильном отделении, уже шестеро малышей появились на свет. И точно шесть человек еще появятся. Из них и мальчики, и девочки, и даже двойняшки. Одна из первых в два часа ночи родила дочку мама Марина. Я думаю, что мы будем праздновать, наверное, 28 февраля. А когда высоко, с на год, будем, наверное, какое-то событие из этого делать. Событие, несомненно, уже состоялось. Отметить его тоже дело нехитрое. С днем рождения мы с удовольствием поздравляем всех, чей счастливый день пришелся на последний день длинной зимы. Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ.